Всем привет! Сейчас нам с вами предстоит познакомиться с такими понятиями как сюжет, фабула и композиция. Это все еще пункт кодификатора 1.8. Итак, что же важно в этих понятиях? Очень важно не путать сюжет и фабулу, потому что по сути эти понятия противостоят друг другу, они не являются синонимами, как считают многие. Итак, что же такое сюжет и фабула? Сюжет это система событий в том виде, в каком она представлена непосредственно в произведении для развертывания темы. А фабула это по факту хронологически или причинно-хронологически представленная связь этих событий. Поэтому одно и другое по сути противоречат друг другу. Как же удобнее всего рассмотреть эти два понятия и понять, что есть что? На примере романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Героя нашего времени». Как вы знаете, то расположение глав в романе, которое представлено по факту, является не хронологически верным. Это такая концентрическая композиция, к которой мы с вами перейдем немного попозже. И сейчас перед вами появится табличка, где представлены главы, как они показаны у нас непосредственно в романе, и главы, как они должны быть представлены в причинах хронологической последовательности. Так вот, то, как они представлены в романе — это и есть сюжет. А то, как они должны быть представлены хронологически — это фабула. Так что умейте отличать эти два понятия. Привет! Меня зовут Андрей Стерляткин, я основатель годографа и проекта 80 баллов. Если тебе нравятся наши видео и то, как мы объясняем материал, но не хватает дисциплины и личного общения с преподавателем, то переходи по ссылке и записывайся на наши бесплатные уроки. Тебя ждет очень высокий балл на экзаменах — чай, кофе и печеньки. Удачи! Следующий термин, с которым нам предстоит познакомиться — это композиция. Композиция — это, по сути, взаимосвязь всего-всего, что есть у нас в произведении. И образов, и каких-то сюжетных хитросплетений, интриг, и в целом расположение частей в том или ином произведении — все это композиция, такое обобщенное понятие. Но важно, что композиция у нас есть несколько видов. Вы можете их увидеть на доске — это линейная, инверсионная, зеркальная, кольцевая и концентрическая. Что же они представляют собой? Линейная композиция — это самое, что ни на есть простое. Это последовательная организация сюжета, как у нас, например, в обыкновенной истории Гончарова. То есть от точки А к точке Б — все в хронологической последовательности представлено. А вот инверсионная — это с точностью до наоборот все. Инверсионная композиция — это такая композиция, при которой у нас происходит обратный порядок событий, как, скажем, происходит в легком дыхании Бунина. Зеркальная композиция. Зеркальная кольцевая — это те типы композиции, которые встречаются наиболее часто, при том, что один тип противоречит другому. Зеркальная композиция — это повторение аналогичных каких-то действий или событий в произведении. Важно, что это не начальное какое-то событие и конечное, как происходит в кольцевой, а в целом на просторах сюжета может произойти повторение какого-то действия, некогда уже произошедшего. Так происходит, скажем, в Евгении Онегине Пушкина. Сначала у нас Татьяна пишет письмо Онегину, потом Онегин пишет письмо Татьяне. Сначала Онегин отвергает Татьяну, потом Татьяна отвергает Онегина. Это и есть зеркальный тип композиции. Кольцевая композиция — это повторение начального действия в конце. Таких произведений, по сути, у нас в квалификаторе нет, но вы можете прочитать, скажем, рассказ «Набока вокруг». Именно он построен вот по такому типу композиции. И последний тип — это концентрическая композиция. Концентрическая композиция, ну иначе можно сказать, что она спиралевидная. У нас хаотично повторяются какие-то сюжетные узлы. Так происходит, скажем, в том же герое нашего времени, который мы с вами уже рассмотрели с точки зрения фабулы и сюжета. И на этом все. Надеюсь, теперь все понятно с этими терминами, а мы с вами приступаем к практике.